Я хочу тебе сказать Да, я буду плакать Хочу сказать тебе Слова благодарности Потому что Я знаю как находиться во внутреннем бункере Бояться людей И бояться тебя Потому что Потому что Люди и старшие фигуры Представляют опасность Вот И спасибо тебе за то Что ты Стоишь у двери У этого бункера Стучишь туда И находишь Разные подходы Для Тех, кто в этом бункере И пути выхода из этого бункера И ты полностью Ну, включен в нас И спасибо, что Ты даешь вот этот опыт Опыт Общения Опыт Разговора Доверительного разговора О себе Даже если Мне с собой Неуютно Плохо Но ты Что-то даешь Такое, что Внутри Как-то это уходит И вот это вот Ощущение свободы И Свободы от Выражения себя Как Что я могу выразить себя Что я вообще у себя есть И что я могу Выражать себя И И И ты каждому даешь Здесь Это Я очень благодарен тебе Спасибо, Саша Спасибо, что ты рядом Спасибо, что есть рядом человек То есть ты На которого во всех трудных Ситуациях Практических Материальных Душевных Духовных Я могу полностью опираться Это Это ценнее всего Спасибо за твою устойчивость Как бы тебя ни штормило Но дела должны делаться И они делаются Спасибо, дорогой Но мне к тебе вопрос Во время нашего прекрасного сюжета С Сергеем Почему-то три человека Вышли Я знаю, кто эти три человека И они прекрасно знают Что выходить нельзя В таких ситуациях Все равно, что Герметичность операционной Разгерметизировать Я в очень уязвимом положении Нахожусь В такой ситуации Человек, который при всех Решился в очень Чувствительном положении Ну, как тебе кажется Ну, представю Тебя же мышление Не только практическое Но и Душепопечительное Почему они вышли? Почему они не дождались перерыва? Почему они хотя бы Паузы не дождались? А кто-то в это время вышел? Да Отчего они убежали? Я могу даже Спросить Кто заметил? Кто вышел? Я думаю, что вышел Я думаю, что вышел Кто именно? Кто именно? Вероника, кто вышел? Вероника, кто вышел? Дима, вот Людмила 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 Еще Еще треть Так, так, так Почему они вышли? Понимая, что в этот момент Люди все психологические Педагогические Душевно адаптированы Почему они вышли? Просто их Выбросило отсюда Они же не просто вышли Ну где Сашка? Сашка? А где Сашка? А, Сашка Сашки простите Он Юный развездянь Вот Давай вот На этой чувствительности Тебе легко будет сказать Почему? Ну я сам держался за Ваню Поэтому Чтобы не выйти? Да Мне хотелось убежать Потому что Ну вот этот вот Уровень Близкого общения Он Когда я В страхе То он считывается Как опасность И хочется Уйти Ну скорее всего Из-за этого То есть мы заподозрим В принципе Ну просто В том, что Они не выдержали Этой интенсивности Им надо было Вздохнуть Да Кому-то Нужно Столько воздуха Кому-то Столько Кому-то Столько Как на задержке дыхания Да Как из воды Такой густой Выпрыгнуть Ну да Если мы их спросим Те, кто посмелее Признают это А вот Те, кто послабее Они скажут Ой, тут Тут срочный звонок Надо было на смс ответить Я удивляюсь Как Сашич Это точно Определил Это Прямо Так И почему же Ну вот Все правильно Все верно Смело А я скажу За себя Я засыпал И Чтобы не заснуть Я пошел И Засыпал А что за реакция Засыпания Если что-то интенсивное Происходит Знаешь На самом интересном месте В спектакле Или в фильме И вдруг Человек засыпает Что это Давай Психолог Так Светлана Воздух Я прошел В самом конце Долго ждал Когда все Завершилось Отлично Не хватало Воздуха Вот Мне не хватало Воздуха Буду Как будто Тяжело дышать Светлана Проинтерпретируй Как психолог Сертифицированный Не у меня Психолог Почему в таком случае Люди Испытывают Гипоксию Я могу сказать Прямо Себе Потому что Я проживала Это совместно Очень глубоко А могу сказать Как психолог Иди сюда Иди сюда Давай там В кадр Чтоб мы все Документально Засвидетельствовали Степень Упенсивности Которая была Она была Очень большая И Этот уровень Напряжения Он знаком Я думаю Каждому Это мое Личное Предположение И наблюдение Но Как бы Незадолго До Приезда У меня была Больная Достаточно Ситуация И когда Эта ситуация Раскрывалась То есть Я как В кинофильме Смотрела И внутренне Отзывалась На эту ситуацию Очень сильно Потому что Право Прикоснуться Той частью Тела Которая болит Это Это Очень сильно И Как будто Это Нет У кого Этого Права То есть У меня было Сознание Что Это Кратчайший Путь Такой Простой Попросить Прикоснись Мне Прикоснись Меня Здесь Болит То есть В этот момент Я осознавала Что мне Хотелось Чтобы Прикоснулись Чтобы Кто-то Сейчас Прикоснулся Рукой К моей Боли Я просто Сидела Плакала Потому что Я проживала С одной стороны Ту боль Ну Естественным Образом Можно сказать Эмоция Уходила То есть Как водичка Она Умывается Уходит Волен Навсегда И в то же время Я любовалась Красотой Сближения Которая Происходила Потому что Она Ну То есть Она Тупо Нарастающая То есть Я видела Как Он Закрывался Я видела Как Открывалась Когда Дул Проблеск Как Это Была Надежда Что Мы В близости То есть Я Любовалась Вот Этой Красотой Происходящего Но В то же Время Проживала Свою Ситуацию Потому что Она Созвучна Скажи Пожалуйста Ну Сказать Что Может Сказать О компетенции Психолога И готовности Вести Свою Практику О состоянии Когда Я Не могу Выдерживать Тягучих Пауз Я Не вижу Происходящего В том Что Ничего Не происходит Это Обязательная Наработка Обязательная Компетенция Удерживает Этот уровень Напряженности И вот Для тех Кто ушел Это очень важный Маркер Что Нельзя уходить Надо выдержать То есть Рубит Засыпает Что там С вами Происходит Надо Оставаться В присутствии Я бы Законолилась Слово Присутствие Потому что По-другому Другого пути Нет Ни к себе Ни к другому Ни в понимании Ни в раскрытии Эмоции Они достаточно Сильные Здесь Они сильные Очень сильные Потому что близости Мы все хотим Но мы в эту близость Как бы Очень боимся идти И так вот Осторожничаем Но только При близости Возможно Вот это счастье Радость Бытие Которое Доступно каждому Надо пройти Это как темно Это как ад Через который Человек Проходит Или избегает Избегает Но он не может Через это темное Царство Государства Пойди туда Не знаю куда В это темное Царство Государства И когда человек Через вот эту Темень Проходит А это Эмоции Непонятно Что происходит Он обретает Как-то себя Ну вот Такого Настоящего То есть Ты считаешь В ассистенты В душепопечительской Практике Этих трех Брать Пока еще Рановато Я думаю Это зависит От силы Их намерения То есть Если у них Намерения есть Они просто Это учтут И в следующий раз И пройдут Этот путь То есть У меня нету Такого Предубеждения Отлично Спасибо Мнение Эксперта Спасибо Сереж Теперь ты Иди сюда Ты мне Начал Что-то Такое Говорить Я говорю При всех Что там С тобой После первой До сих пор У меня здесь Теплая Какая-то Она остается Это прям Как я Вы знаете Поработал душой Что-ли Вложил Как-то Тепло Я вложил Или ты взял Нет Я взял Вы вложили Она Теплая Область Я прям Ощущаю До сих пор Ну Не знаю То есть Произошло Что-то Не все Нельзя так Сразу Что-то Произошло Точно Что-то Запустилось И продолжает Происходить Да Нет Смотри Сейчас Ты не говоришь Правду Или неправду Сейчас Ты выбираешь Русло Дальнейшее Течение Жизни Ну Я Как я Читаю Что да Что Я чувствую Это Я не Ты не Выдумаешь Ты чувствуешь Я чувствую Здесь теплое Вот здесь Не пациент А вот здесь Где вы держали Где вы держали И лицо у него Скажи Не знаю Ты говоришь Но тебе говорят Веришь им Или нет Говорят Что живое лицо В особенности Саша Веришь То есть Все таки Что-то Бывает Да Что живое Бывает Такое Прямо сейчас 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 Веришь Скорее Живь Чуть мертвая Опирайся Не на чувства Не на мысли А на Тех вот Людей Которые здесь Веришь ли ты Саши Саши Леси Ну если даже Арина Если Даже Арина Тут Королева Скепсиса Такая Арина Очень чувствительная Но самый Королев Скепсис Это Ваня Просто Император Скепсиса Скепсиса Или Чувствительности Чувствительности Хотел сказать Как Без мата Сказать Дальючегости Вот Я даже Когда Сел Я боялся Что Ваня Смотрит Меня оценивает Вот у меня Так Спроси Сейчас Чтобы Окончательно Закончить С этим Ваней Если Он Что-то Не то Скажет Обещай Мы Его Расстреляем Сегодня У Аврали Спроси Что Он Видит В тебе Сейчас Не додумывай За Ваней С готовностью Узнать Смотри Не дает Как Вот Тюремщики Не то Что твои А у меня Лентяи Спроси Сейчас У Вани Я боюсь Даже Смотри Ваня Почему Не знаю Ваня Видит Насквозь Он Насквозь Видит Что Ты Фальшиве Ты Это Вот Именно Сейчас И Спроси У него Хочешь Спросить Спроси Что ты Увидел Может быть Сейчас Может быть Три минуты назад Спроси Так Спроси Что со мной Сейчас происходит Не со мной С тобой Что со мной Сейчас происходит Ты разговариваешь Не разговариваешь Не разговариваешь Понимаешь Да Да А до этого Ты со мной Не разговариваешь Реально Да У меня даже спрашиваешь Реально Я говорю Да Ты со мной До этого Не разговаривал Ты на меня Что-то навесил Я не мог Пробиться Через Это Через Ты прям в лице Изменился Да Лицо Другое Ну Сейчас Прямо Сейчас Ну Все Мы можем Тебя Отпустить Спасибо Мы не облажали Отец Я В первый раз Помню Когда приехал Сюда Лет пять назад Загруженный Подгруженный Вот Такой Вот Развись И в какой-то момент Я понимаю Что А Я приехал Решать Проблемы Внутренние Личность На этом Все Херово И в какой-то момент Я понимаю Что Я приезжаю Уже К тебе Не решать Там Никакие Проблемы А просто Вот Ну Просто За любовью Я тебе Об этом Говорил Еще раз Говорю Я Тобой Восхищаюсь Искренне Твоей Свободой Твоей Твоей смелостью Умением Импровизировать Твоим Юмором Я Ты знаешь Я всегда искал В жизни Подсознательно Вот С таких лет Какую-то Старшую фигуру Взрослую Наверное Отцовскую Да Которую У меня никогда Не было В жизни И ты И ты Стал ей Для меня И Я не учусь у тебя На курсе Как бы Это Ну Ты учишься Это не моя дорожка Да Но Я абсолютно Уверенно Тебя могу Назвать Своим Учителем И Всем Так же Говорю И Спасибо Тебе И Макс У меня к тебе Ни одного Вопроса Нет Ты Когда приезжаешь Ты настолько Открыт И прозрачен Что Даже поговорим Мы не поговорим Все Приехал Ты прямо В душу Приезжаешь Сразу Я Как Домой Но У меня Слушай У меня В какой-то Момент У меня Дом Здесь Стал Вот Класс И Тогда Ты Приезжаешь Куда Кому-то Домой И И Дома И Себе И С тобой Дома И Без Тебя Дома И Знаю Как Был Всегда На Связи Я Так Рад Когда Ты Мне Звонишь Вот Сейчас Купил Я Теперь Знаю Да Я ж тебя Чего ты боишься Тут Не Ну Неправильно Неправильно Все ждут Тем более Тебе ж нравится Выпендриваться Я ж вижу Вот Было Твердое Мужское Нет Понимаете Ну Как Можно Отказать Слушай Очень Стильно Вообще Да Очень Стильно Вот Когда Волосы Так Очень Стильно Если Подлине Это Еще Тоже Так Надеюсь Это Не Сарказм Это Добрая Ирония Я Не Позволяю Себе Злого Сарказма Нет Нет Правда Так Ну Что Поздравления С днем Рождения Такие Простые Несложные Чтоб Деньги Были Так Друзей Побольше Так И Подарки Крутые Были Супер Да Поздравления Принято Скажи Пожалуйста Ну Когда Ты Впервые Приехал Какое Было Впечатление От Общения Со мной Даже Странное Скорее Всего Опиши Странное Это Как бы Может Подумать Чок Ну Ты Наверное Ну Не Так Нет Меня Ты Как Какого Человека Воспринят Понимающего И добра Понимающего Добра А что Запустило Этот Процесс Понимания Ведь на самом деле Взрослые По отношению К Ну Подростками Молоди Жить Такие люди Достаточно Ну Короче Тираничные Обесценивающие Кроме Твоей мамы Да Твоей мамы Просто ангел Я честно Говорю Тебе Я так и отношусь К ней И она Об этом Знает Что это Ни Сарказм Не ирония Вот Но в основном По отношению К детям К подросткам Школьникам Что Дало тебе Основания Доверять Ну Во-первых Вы Такой Понимающий Понимающий Всегда готова Поддержать И Вы Всегда Походите Сами К вас Спросить Не надо То есть Подхожу Сам Чаще всего Так происходит Но если человек Тоже к вам придет За помощью Вы Кто-то не надо Про себя Если В доме Я тебе Тебе очень Благодарен То есть Огромное тебе Спасибо И Я понимаю Что Ну то есть Ты здесь Делаешь Просто Огромную Работу Для Всех Людей То есть Для многих Ты на самом деле Как отец Как луч света Как Учитель Как наставник И У тебя Очень большое Сердце Очень большая Душа И По-настоящему Служишь людям Вот За За это Я тебе Благодарю И чтобы Жизнь Благодарила Тебя За это Тоже Спасибо Спасибо Я Именно здесь Видел Твои Реальные Настоящие Чувства Эмоции Слезы Всего чего Благодаря чему Ну Это здесь Раскрылось Распустилось Почему Ну Ты же Достаточно Сдержанный Человек Ну Потому что Есть Тяга К людям Ну То есть Близистик Какой И Благодаря Тому Что Ну Здесь Подобающие Люди Собрались Кому Можно Доверять С кем Можно Ну Да Хочется В это Верить Хочется Таки Верь Да Верю Ну Я Потихоньку Уже Греюсь Так Ну Потеплело Тебе Здесь Ну Да Хорошо Посмотри Кто еще На этом Стуле Не был И Выбери Видишь Получилось так Что Я ворвался В твою жизнь И получилось так Что ты Ворвался В мою жизнь Я Ворвался Просто С твоим Приходом В моей жизни Стали Какие-то Происходить Невероятные Необъясненные Изменения Которые Я не могу Логически Объяснить А пытался Обязательно По разным Концепциям Разные Объяснения Были И Ну Сначала Я же Приехал Чего-то Покладить Потом Я Настрого Жену Отправил Да Но она Не то Чтобы была Согласна Но ты Ее отправил Ну я Ее отправил И забыл На сколько дней Думал На 7 А оказывается На 8 И она Тоже Не знала И жутко Переживал Я Нет Я наоборот Я знал Куда она Едет Я знал Что здесь Она Что-то Получит Хорошо Я тебе Напоминаю Что вообще-то Пьеса Называется Тост На день Рождения Я хочу поблагодарить Так За то Что я Понял Что ты Оказывается Меня знаешь Лучше Чем я себя Сам Очень крутая Иллюзия Приятно бы Поверить На данный момент Времени Это На данный Окей Ладно Желательно А Мне есть подарок Не от меня Да Не от меня Но от вашей семьи Нет Лично Заинтриговал Да Давай Давай Это подарок От Того человека Благодаря Которому Я с тобой Познакомился Нон Да У нее Висит Твой портрет И вот Она Показала Твой портрет И Даже Осмелел Подтверждаюсь Приехать Что-то я Под этим камнем Этот год Проведу Точно Такой же Камень Такой же Да Ну-ка Посмотри Все Поэтому Благодарим Конечно Нонна Она будет Смотреть Эту пьесу Мне такое Ощущение Что происходит Какая-то Пьеса Ее выпала Ну Она какая-то Очень правдивая Мне кажется И это очень ценно Мишка Дорогой Тебе скажу Что это Что Ну как-то Ну хорошо Ну хорошо Идешь Ну просто Я любуюсь Как хорошо Я просто Иногда Не Когда ты Не даешь Мне То что Настоящее Ну Очень сладенькое Мне нельзя Сладкого Мне врачи Запретили Поэтому Я не откликаюсь Она настоящая Ведусь Поэтому Сейчас Ведусь Фу Повезло Это очень Такое Знаете Очень сложное Чувство Когда Ты в какой-то Момент Начинаешь Сканировать Себя на подлинность Глазами Другого Потом Своими Собственными Глазами И когда Ты боишься Быть Неподлинным Это Ловушка Поэтому Проще Выкинуть Все концепции И просто Быть Где-то Вот Рефлексатор Себя На подлинность Он Подлинность Как раз Убивает Поэтому Ты вышел Ты сказал Я поверил И все Разошлись Краями Спасибо Большое Тебе За Юлю За тебя За За Нону И за то Что как-то Живет Человек По вере Сказала Нонна Кто Такая Нонна Вы даже Половину Не знаете Да Ну да Да Сказала Езжай И ты Вот Это Верующий Человек Вот А скептики 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 В рай Не попадут Только Верующие Вот Поэтому Ты попадешь Ну Слава Богу Само Главное У меня Есть Мой Еще Подарок Да Где он Я у тебя Помнишь Спрашивал Про Цвет Который Тебе Нравится Спрашивал Ух ты Ну Такой Символический Конечно Не Ну Ты Сам Говорю Надо Быть Оригинальным Да 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 Я Я Нашел Куски Камней И вот Вы знаете Я как Человеку Которому За полтинничек Уже Тоже Думал Ну Как бы Заготовить Чтоб Не Обременять Впоследствии Ну Вот Давай Так Большего Мне не надо Скромно Скромно О том Знаете Какие-то Прям Я Просто Завещаю Повелеваю Прямо Именно там И поставить И больше Ничего Ну Вот А я там Долгих лет Хотел Пожелать Так а Кто его знает Не в твоей Не моей власти Эти годы Но это Очень ценный Моменте море В прошлом году Я встретился С Санте-Муэрте В Мексике С ангелом Смерти И вот Как бы Под его Покровительством Видишь Как здорово Это Это очень Полезная Кстати Тест на Духовность Просветленность Психологическую Зрелость Это Факт Примиренность С фактом Смертности Да Поэтому Я очень Спокойный И с благодарностью Саша Если здесь Он мой Будет душеприказчик А Завещаю Саш Вот это Поставить Больше Ничего Не лепить Вот это Только И все И достаточно Спасибо Дорогой Вот так Вот так Вот Ой Как хорошо Несколько дней Назад Ты сказал Что В преддверии подготовки День рождения Ты сказал Что ты Не любишь День рождения Не очень Их любишь И это У меня Очень Это Завалось Потому что Я тоже Не люблю Свои День рождения Прямо С самого Детства Вот эти Конфетки Что-то Раскладывать Там Когда Первый Класс Прямо Как это Пережить День То есть Ну И когда Я до этого Как бы Думаю Не хотел Ехать Думаю Что Я приеду Своим настроением Буду Портить людям Праздник Что Реально То есть Не умею Как там Праздник Радоваться Все Вот это А когда Ты сказал Что Ты Не особо Любишь Что Что Поменьше Всего Вот это Какого-то Парса Там Таких Всех Я Сразу Думаю Нормально Тогда Я Поеду Если Кабино Ну Соответственно Тост Тост Ну За Правду Чтоб Как можно Больше Правды Было И в Твоей Жизни Чтобы Как можно Больше Правды И люди Те Открывали Вот И Когда Я Конечно У меня Были Моменты Когда Эти Правды Открывал Конечно Ну Ну Это Как будто Дверь Открываешь То есть Что-то Это Происходит То есть И Я Хочу Тебе Сказать Что Ну Вот В моей Душе Для тебя Всегда Есть Место Фётор Спасибо И Это Взаимно Правда Мне Не Наплевать Что Там С тобой И Где-то Ты Пропал И Сгрустнул И Не Появился На Мужском Круге Я Я Я Тебя Вижу И Замечаю И Как-то Хорошо Могу Максу Моей окно Скажу Макс А то Я позвоню И Пётр Вдруг Подумает О Батюшка Отругать Позвонил Да Поэтому Так Вот Я Душу Всегда В ту В сторону Нижегородской Дороги Направлен Там У меня Макс Точно Там У меня Ты Есть Еще Несколько Человек Но Ты Есть Да Я Продолжаю У тебя учиться То есть Даже Когда То есть Я не здесь Все равно Продолжаю Учиться Я даже Бываю С виртуальным Батюшку То есть Поговорю Там Он Что-то Подскажет А когда Он Не знает Вопросов То есть А тогда Я тебе Я уже На тебя Когда Как Мило Боже Но Мой Виртуальный Вот В чем Ценно Здесь Мой Виртуальный Не сильно От реально Отличается Он Нет Такой Же Ну Вот Это Очень Важно Класс Ценно Спасибо Дорого Класс Я тебе Очень люблю Матюшка Ты Легопил Сразу Ты Вот В сердце У меня Там Какой-то Бомбу Завожил Я чувствую И Хочет Разорваться Да Потому Что Я Учусь У тебя Я Сюда Приезжаю Учиться И Сыновство Пожалуй И Отцовство У тебя Потому Что Я Как-то Увидел Однажды Вот Я Тебя Подвозил И С Отцом Твоим От Дома И Помнишь Зачемил Ты палец Отцу В дверях Случайно Это Было У меня Так Трогательно Понятер Я Конечно Испугался Чего Ты Как Сейчас Батюшка Отрягивает А он Извини Папа Вот Так Вот Нежно Так Вот По Сыновью Так Вот Сказал Своему Отцу Ты Извини Папа Ему Столько Лет Он Мастер Там Да У него Своё Пространство И Столько Людей И Он Вот Так Вот До сих Пок Своим Отцом С Такой Нежностью И С Реальным Извинением Как бы Из Позиции Сына Я Очень За Это Зацепился И Я У Тебя Учусь Потому Что В моей Жизни Отца Такого Отца Не Было Потому Что Я Все Это Женское Общежитие Вот Это Да И Сейчас Я Как Обещал Поехать Без Жены Все Телефон Отложил И Она Не Звонит У У Меня Такой Образ Не Обижу Ты Как Будто Яблони Такая Да И Ты Растешь Цветешь Даже Если Не Уражай Ты Все Растешь Да 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 Пищу Пчелам Сол Ты Своей Деся Отворачиваешь Но Яблоки Есть Да И Люди Могут Их Попробовать И Самое Главное Что Эти Яблочки Да Тоже Должны Пожалуйста Тать Яблонями Вот И Думаю Тебе Это Надо Чтобы Они Стали Тоже Яблонями Твои Яблочки Вот Которые Ты Сеешь Боже Олег Исчерпающий Трогательный Еще Да Я Продолжу Вот И Я Такого Мастера Да И Всегда Радуюсь Когда Ты Так Появляешься Интересно Да И Инклюзируешь Танцуешь Вот И Мне Честно Говорит Тоже Так Хочется Да Вот Сейчас Ты Горишь Пресса Происходит Да Да Я Хотел Тоже Тебя Отсадить Сейчас И Скорее Сценариста Да И Подиграть Немножко Своя Сцена И Да Вот Так Короче Для тех Кто Не Увидит За кадром Олег Жестоко Но Нежно И Избил Сергей Просто Мы Последние Повни Ходим С ребятами Вечером В темноте Туда Далеко За дорогу Под луной В лес Вот И Мы Вводим Туда И Сережу Тоже Я Последние Вечер Подбивал Ребята Вот Избить Его Там Немножко Потому Что Ну Шевелись Уже Ты Как Ни Проявляй Какие Эмоции Они В Ну Олег Боже Я Желаю Тебя Чтобы К тебе Приходили Люди С которыми Ты Можешь Строить Свои Планы Интересные Да И Понимаешь Что Им Будет Интересно И тебе Пусть Побольше Таким Буду Ну Если Что Ты Входишь Ты Знаешь Об Это Спасибо Ну Во 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 Признавался И даже Не каялся Я люблю тебя Тоже Олег Ты Начал С этого И С момента Появления Ты же Появился Очень Осторожно Ты Так Очень Аккуратненько Все Ну Потом Раз И Все И Поэтому Да Вот Я не Перечислил Что Олег Тоже Входит В Нижегородскую Слава Туда Ходит Я Когда Пеленгую Думаю Как То Мои А Слава Кстати Говорит Запостил Своим Небольшой Группе Другой Там Чего Вы Все Психологом Ходите Вы Попробуйте Поверь На русский Медод Шашилкотерапию Попробуйте Сначала Вот Он Тоже Как Включи Сейчас Я Благодарен Славе И Передай Ему Что Он У нас Тобой Есть Знаешь Такие Люди Которые Могут Соединять Других Людей Они Могут Лично Быть Не Сильными Не Яркими Но Их Миссия Просто Соединять Поэтому Слава Посреди Нас Есть И Будет Вы Вчера Рассказывали Что Когда Вы Помогаете Людям Исцеляете Их Отдаете Частичку Своей Души И Я Хочу Сказать Что Ваша Частичка Души Во Мне Благодаря Последним Приездам Разговора С Вами Ваша Частичка Теперь Живет Во Мне Вот И Я Хотела Пожелать Чтобы Не Только Вы Свои Частички Раздавали Отдавали Которые Исцеляли Других Людей Ну И Частичка Каждого Из Нас Тоже Присутствовала Вас Чтобы Из Этих Частичек Создавались Соцветь Вашей Души Чтобы Они Вас Грели Предавали Сил И Я Хочу Подарить Свою Частичку Стушила Пожалуйста Пожалуйста Вот Моя Частичка Я ее Ствела Сама Так Объясни Так Это такая Вот Штора Ух ты Так Вот это Передняя Частая Чуть Намялась Ух ты Ее Так На Окошечко Да Боже мой То что Это Твоими Руками Это Ценно Вот Сейчас Очень Есть Такие Подарки Покупные А есть Вот Те Которые Руками И Вот Я Очень И Те И Другие Ценю Но Эти Вот Как То Вот Потому Что Тут Действительно Когда Женщина Вяжет И Плетет Что То Она же Наверняка Что То Переживает О чем-то Думает Может О том Кому Подарит И Это Очень Ценно Спасибо У 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 Я Скажу Ну Ты Спроси С Каким Женским Качеством Я У У Ассоциирую Ваши Души Грациозность Правда Ты Приезжаешь И Я Так Немножко Как бы Стесняюсь И Благая Перед Твоей Такой Какой-то Завершенностью Грациозностью такой нежностью, хрупкостью и силой одновременно, то есть ну, такой вот ну, просто я вижу тебя и я рад, что вы с одним из моих любимых учеников Ваней был просто рядом я любуюсь каждым из вас по отдельности и вашей совместностью это спасибо, что вы рядом спросите у меня такой же вопрос? с каким? женским или мужским? мужским качеством ассоциируюсь с тебе я сила сила и меня восхищает, что вы вот, ну, эта сила, она какая-то не злая а она целостная то есть в ней есть все и нежность, и радость, и доброта и при этом и мужественность и какая-то справедливость и ответственность и то есть вот в этой силе она такая полная и завершенная ценно, спасибо спасибо сейчас, сейчас, я пересяду сюда, чтобы лицо Лены у нее столько сейчас я еще за пять ночи плакала да кто же тут тебе запретит? батюшка, батюшка, очень волнительно мне вас сегодня поздравлять и я благодарна замечательной женщине Таню Жицкой узнав про вас бросив все приехав сюда вот я уже полгода здесь но не обо мне эти глаза напротив кальдоскоп огней сегодня столько прозвучало теплых слов ваш адрес столько поздравлений мне хотелось знаете быть рядом но вот вдалеке на втором плане просто чтобы ваш день сегодня прошел комфортно тепло уютно чтобы вы чувствовали себя вот в этой атмосфере в этой ауре своих друзей и вот не словами а вот этим служением хочется мне хочется сегодня быть рядом с вами Лен я тебя вижу я очень это ценю я благодарю тебя потому что девочкам за 50 и мальчикам тоже на день рождения действительно наверное хочется так немножечко может быть поскромнее может быть попроще да и я понимаю вот вашу что без пафосы фейерверков честно прямо от души хочется как-то вот это сгладить чтобы сегодня вы были чтобы вам было хорошо мою просьбу и мое послание чтобы было все подлинно но не феерично как бы вы то есть ты Оля Саша ну Юля вы просто очень очень исполнили понимаете вы тональность ну моего внутреннего запроса поймали и за эту благодарность спасибо спасибо ну вот опять я здесь как когда-то батюшка я вас поздравляю с днем рождения знаете я много думал я вот недавно на нашем мужском круге рассказал о своей любви с супругой своей о той эмоциональной близости которой я последние два года нахожусь вы знаете я вам благодарен за это я знаю что это благодаря вам простите меня может быть высокопарно сказано но и без вас бы этого четвертой стадии у меня бы не было честное слово батюшка простите пожалуйста но это так так в чем же ты провинился я просто понимаю что это так еще если бы не вы бы я не знаю как бы я пережил бы февраль 22-го года те видео которые вы делали спасибо вам простите а главное я благодарен знаете вам за что батюшка вот за них за всех у меня столько друзей появилось столько прекрасных людей я такой счастливый человек у меня столько друзей никогда в жизни не было такие люди а еще я хочу сказать что когда-то мне супруга сказала про ну как там изумрудный город который ты поехал сказка та самая про изумрудный город когда шли кто за хлорабростью кто за сердцем кто за смелостью а кто именно за самым главным чтобы просто попасть к себе домой и вот мы каждый я про себя в первую очередь скажу я попадаю к себе домой находясь здесь находясь где-то спасибо вам большое батюшка спасибо большое простите пожалуйста но у меня просто очень очень спасибо спасибо так хорошо я тебе скажу вот с кем можно попечалиться про этот февраль 22 вот это эти люди для меня особо вот если человек не печалится об этом или находит оправдание этому ну по сути по глубине там ничего мне с такими людьми не складывается поэтому с тобой я могу попечалиться про февраль 22 спасибо дорогой у меня свойство моих слез такое что мне всегда плачутся от хорошего от радости простите пожалуйста но вот когда я на самом деле сейчас как это не парадоксально но я плачу сейчас от радости правда от радости это особый дар плакать от радости я не могу тренинг провести тебе здесь когда что-то жуткое становится у меня сухо абсолютно внутри вот просто сухо научить плакать от радости да класс спасибо плачущий от радости ты таки остаешься Сергей плачущий от радости такое внутреннее это как бы не к найму тебе спасибо я так волнуюсь я даже идти не могу я так долго сидела что я понимаю что если я сейчас не выйду я просто не смогу встать ну да такое волнение вот у меня дрожат руки я сейчас немножко скажу что я помню вы когда записали видео вы сказали если Ира заплачет значит тут творится что-то настоящее я сегодня столько расплакал но это в прошлом видео было да сейчас плакал я столько расплакала здесь столько настоящего и так трогательно так так это глубоко и так душевно все что здесь говорится и я просто счастлива что я часть этого ну вот пазл один фрагментик я счастлива того что я нахожусь здесь в этот день с вами рядом мне переполняет просто нежность и какая-то такая душевность просто трогательность я вам как листочек вся дрожит листочек ты я хотела вам сказать огромную благодарность за то что вот красота в глазах смотрящего я себя вижу в ваших глазах такой волшебный я любуюсь собой в отражении ваших глаз я за это вам очень благодарна очень я хочу чтобы в вашей жизни тоже были такие глаза чтобы люди ну чтобы вы видели какое что вы несете даете да я очень рада что здесь так много народ и что люди ну душевно открываются здесь и говорят вам искренне теплые слова думаю тут столько слов как было сказано таких которые прямо отзывались у меня вот как будет это моя душа тоже говорила поэтому я присоединяюсь ко всем этим словам спасибо вам спасибо вы дважды изменили моя жизнь это было это было очень давно я вспоминала это было больше 30 лет назад больше 30 лет назад когда вы меня привели в веру вы меня же крестили на крещение даже не было родителей у меня да когда мы крестились когда я пела у вас в хоре это было и тогда жизнь моя очень изменилась я вот тут открыла тайну никто не знает этого даже родители мои не знают но тогда был такой период что я общалась с такими людьми что конфеты на кладбище собирала вы понимаете ну вот в каком и после этого я пришла в церковь и я изменилась есть человека который вел себя я не знаю как с чем это сравнить даже с поведением да человек который закончил школу там серебряные медали то есть ну вот кардинальное было какое-то изменение и второе вторая наша встреча да через большой промежуток времени но она также кардинально поменяла мою жизнь я изменилась просто как будто вот я полностью перевернулась не знаю или вывернулась просто ну абсолютно на 360 градусов не знаю 180 как угодно просто кардинально вы мне открыли да вам говорят что вы человек а вы для меня не просто человек вы для меня космос просто космос огромной вселенной в которой я как я не знаю как это еще объяснить насколько насколько я я поражена насколько мне хочется к этому прикасаться быть частью этого да спасибо спасибо Ира ты знаешь я же всем представляю тебя как драматическую актрису когда ты приезжаешь на семинар и если ты сидишь за кругом я думаю ну блин надо ее вытащить сюда потому что ты привносишь какую-то такую тональность ну искренность где ты этому училась вроде бы не у мамы не у папы но ты переехала и ты сразу искренне ты сразу ну то есть поражена ну то есть ты трогательная несмотря на суровую кенишемскую жизнь она не коснулась ну сути твоего сердца она как-то так одно другое третье а ты остаешься трогательной чувствительной женственной и живой это просто поэтому каждый раз по приглашению без приглашения я рад тебя видеть да спасибо вам за вторую стрелу тоже вы мне сказали мы смотрели фильм я говорю потом вы сказали нужно сделать первый шаг выстрелить первый я говорю а там же была вторая стрела вы мне сказали а вторая стрела будет моей вы не помните там Кришна помогал Радхе там они самые да что ты помнишь я и не помню со злыми духами я все время ощущаю эту эту поддержку всегда я знаю что эта поддержка есть фух спасибо ты фея да как кажется батюшка я хочу поздравить вас с днем рождения и сказать что я очень счастлива что я попала когда-то в этот прекрасный мир в эту действительность в эту реальность которую вы создали для себя и своих близких и куда могут другие люди прийти и посмотреть как можно жить как можно жить комфортно в любви в любви без страданий без неврозов и благодаря жизнь себя я увидела я посмотрела что можно вот так бывает можно построить свою реальность в которой тебе хорошо как это построили вы для себя и я знаю что можно и у меня получится для себя создать тот мир в котором будет комфортно мне и другим людям которые попадут они смогут там покушать поиграть попеть вместе и не потратить жизнь на нервы на болезни на всякую ерунду на что чтобы уйти там в наркотики алкоголь в иллюзии а просто благодарить мир жизнь себя Бога и батюшку поэтому мне очень здесь нравится находиться я здесь настоящая и мне здесь нравится быть с вами я очень рада что меня сюда пускают принимают и я выбираю здесь петь танцевать обниматься и пить чай и я хочу вам немножко чая подарить а вот как пить чай прям и сразу фраза лишь проиллюстрировал смотрим как в синий там есть шуй сянь шуй сянь шуй сянь так а это какой а это да хун пау да хун пау крутой да а шун тянь тоже крутой все ищем синий ужас порошкообразный голубой мачо да что голубой мачо голубой все все благодарю спасибо спасибо я хочу передать микрофон Юле да да давай давай я вас люблю иногда злюсь на вас очень даже потому что я думаю еще что потому что вы не только для меня учитель образ из ютуба и так далее а то что мы непосредственно живем здесь все вместе и делаем какие-то дела встречаем людей общаемся и поэтому я бываю со мной очень непросто бывает но я очень ценю что ваш взгляд слава богу не такой как у меня а такой большой и что вы можете вместить несмотря на несмотря на мои там какие-то штуки меня и многих людей и меня это впечатляет и меня это мне это порой очень непросто принять потому что ну как вот принять то что я не так ну вижу как-то очень может быть ну себе любиво эгоистично и ваш взгляд он я надеюсь смягчает мое сердце потому что это мне кажется что я это ну это наверное со стороны виднее поэтому очень ценю ваше участие и моей жизни и чувство юмора и ваше ну больше всего конечно великодушие то что у вас большая душа добрая что вы что вы можете не обращать внимания на те мелочи которые волнуют меня которые ну как бы порой отвлекают от главного и в общем еще мне кажется я очень благодарна за то что в вашем присутствии даже когда вы то есть ну вот просто вы приходите заходите и ваш вот взгляд ваш посыл души и вашего ну как вы вообще заходите так много дает ну я не знаю даже заряд такой на день что ли или как-то что вас не то что много а как бы вы ну большой широкий что ли во всех смыслах и мне это ну меня это водушевляет и мне нравится ну то есть мне это как приятно очень и то есть вы видите меня то есть это не нужно быть со мной там ну как бы да там ой внимание там не уделили а то что ну вот просто обнялись просто встретились ну что там как дела и мне это очень неценно такая вот ну может быть где-то повседневность такая вот ну как всем мне уютно поэтому спасибо вам и хочу вручить подарок давай а еще у меня стихотворение есть давай и то и другое все надеюсь твое да я очень у меня было очень много энергии в тот день я поняла что это просто так не закончится и я не усну это было 5 мая я не усну как бы я не хотела и поэтому я написала стихотворение я чувствовала что-то будет и оно родилось боже как красиво в этом батюшкина сила надо же как интересно на земле ему чудесно интенсивно он живет терапевтом душ слывет в очи дом всех созывает в сказку дивную влечет ролик мудрый подберет и кино что всем зайдет мантра и сердце размягчит и балансом завершит это яркую палитру и он коснется и тебя проявляйся друг любимый и измажься как дитя не ходи ты по долинам руминируя почем зря Дживан Му кто улыбнется заискрится жизнь твоя неизведанная тайна все ведь не случайно в чем же радость сердца настоящий свет и тьма расспроси не бойся верь и Евмений приоткроет тебе дверь он такой как ты и я но похоже разгадал всю загадку бытия говорит метафорично и порой грустит слегка смотрит вглубь а будто бы на лица знает точно любовь есть ты и я я знаю что там подарок но прежде вопрос ты сказала о том что что-то такое отвлекает порой от главного так вот в подзавершении в завершении кода а что такое главное 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 душа моя ну душа главное совместность душа совместность да то что болит там душа и то чего она хочет но я порой жестоко отношусь к дни жестко почему ну к душе я думаю что а это главное душа это главное да и как ну то есть не удивляет что понимая это то есть я знаю как будто бы такое ну это упрямство что ли детской глупы которая себе позволяю ну в том смысле что упрямлюсь тому что ну жизнь она вот так течет вот так она сейчас сегодня там не знаю через пять минут нет нужно вот как будто бы я не знаю что это такое срабатывает наказание какое-то внутреннее себя наказываю непонятно какой-то не забываешь главное да вот так поэтому еще вот то что благодаря ну что и только не только вы но и люди которые здесь да и все мы кто живем здесь все сотрудники и и с теми с кем я познакомилась и особенно дружу так вот сердечно с кем-то более да с кем-то менее у нас тоже такое общение душевное благодаря вам и когда мы там что-то вот смотрела то видела вот что а я там согласна с Ириной у нас происходит такие прям бурные обсуждения мы можем очень долго и это рассуждать и думать ну размышлять свое мнение как-то высказывать что и как поэтому но вы все время направляете вот в это главное в эту глубь глубину то есть не зарываться в такую суетность спасибо вот как ты я прям это как бы под подарок сначала идет вот этот я все подписываю как очень тщательно человек что это хрупкое хрупкое показываю хрупкое хрупкое но там очень много такой штучки что оно может здесь рассыпаться но мы не будем так сильно вытаскивать это просто красивые свечи вот там они там внутри зарыты тут свечи белые да розовые и такая прям яркая красная да это под них это под них подставка очень изящная тоже хрупкая поэтому я подписала она из гипса ее даже можно разукрасить и вот такой хочу подарить символ такой лариинский цветок из властелина колец это символ братства кольца то есть можно как брошь а можно как цепочек ммм спасибо красивый такой зелененький вообще так мне с подарками надо еще на каждый помедитировать разобраться отдельно да вот ну свечи для главного ну да для главного я так думаю ну такой девичий подарок конечно женский я говорю такие свечи даже ну как-то жалко это они как будто для интерьера ну это как будто очень красиво будет и это подставка ой спасибо класс все хорошо хочу начать с того днях дня наверное со своего пути навстречу тебе и началу моей жизни здесь лет 20 назад я задалась вопросом кто я что я зачем я почему я и этот путь был долгим однажды я приехала сюда в центр и после очередной поездки сюда вернувшись домой я проревела дня три наверное я включала гребенщикова серебро господа моего просто плакала кто тебе здесь расстроен вот и по-другому с вопросами что с тобой происходит чего ты плачешь поделись а мне нечего и сказать я просто пока сейчас я понимаю почему ну и тогда позже я поняла что это был зов души потому что это не не потому что что-то личное было а вот знаешь как душа в душе как ощущение родственной души меня притянул сюда ты вот и только здесь наверное изменилось на отношении к мужчинам потому что наблюдая за твоим проявления за твоим проявлением меня она изменилась до этого у меня как-то я мужчину воспринимала больше как самцов у меня такие окружали и я такая была самочная наверное потому что по-другому что бывает вот я благодарна тебе за ту трансформацию которая со мной происходит понимаю что я несовершенство далеко конечно же вот и для меня это самое важное потому что человеколюбие твое то как бережно ты к людям относишься это не может меня оставить равнодушный я учусь 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 и наблюдая за тобой я не перестаю восхищаться твоими проявлениями то как в общем хар-хар махады спасибо тебе за то что ты есть спасибо мы с Леной решили тебе очень скромный подарок преподнести но я думаю он для тебя будет это туласи да вы что да вы что вот вот так оно выглядит оно будет расти я надеюсь мы будем за ним ухаживать туласи это особое дерево это не просто так хухры-мухры вот цветочек это вот особо я несу храм да и надо конечно там какую-то волшебную подставочку прямо там где ну да вот его это самое нужно да а мощного кошечка вообще он любит свет тогда нам надо занавесочку будет немножечко отодвигать чтобы не было сквозняков и был яркий свет или позаботьтесь о туласи это просто очень символично и очень глубоко паси олья не могу тебе подожди вывозь верно дай туласи вот послушай да вот постойте вместе да вот так вот я бесконечно ценю то что созидаешь ты эту какую зрелую любящую материнскую энергию вот ну пульсирующую наполняющуюся любовью вот там и вот здесь и я как-то помнишь было у нас время когда вот этот ритуал открытие и закрытие вот этого всего но я совершал один а потом и потом я понял что вот вот здесь вот когда мы вместе с тобой все это прекрасное совершаем какие-то небесные врата открываются и и как будто там как говорят эзотерики портал открывается чё-то течет поэтому ты бесконечно цена в этом всем и мне но очень дорого просто как ты бытие стоишь рядом как ты видишь как ты ценишь как ты пребываешь как ты веришь понимаешь потому что ну мне приходится видеть очень очень разных людей но в гармоничности но нахождение рядом ну ну как бы ты самый ценный человек скажу тебе без лишней скромности вот такого женского любящего материнского присутствия отогревающего потому что ну ты самим фактом вот ты просто прошла вот так вот в зелененьком беленьком до в темненьком каком-то но просто то есть что-то такое хорошее доброе кивните мне так трудно говорить источаешь что без чего вот это пространство она будет ну какой-то как без двух стенок незавершенный характер поэтому я редко тебе говорю и редко говорю при всех но я хочу чтобы все это слышали это знали как бесконечная цене у тебя и то что ты делаешь и то как ты здесь при сути находишься спасибо батюшка ну налил как ты говоришь что я у меня щеки мне кажется надо прекращать а то станут как футболку спасибо спасибо прекрасно что я самый счастливый человек из всех кого я знаю и вообще что мужчина должен сделать в этом мире посадить сад дерево там это самое вырастить сына вот и жить нормальной хорошей жизнью вот я говорил еще раз повторю здесь нашел так сказать продление своей активной жизни вот среди с этими всеми событиями хотя и сюда всегда рвался к нему вот я его полюбил без 28 1969 году когда мне показали его такого маленького но это мой все сказал на всю жизнь полюбил вот но и дальше школа свете на школьные такие разные припеки но у нас все время было взаимопонимание увлечение его все вот а когда сюда приехал но после школы он сам как пошел самовоспитание какие вопросы там были так мы с ним решали а так он сам и армия вот и я живут спать как управил правильно школе досав там машина это самая машинка была этих как их называете скажи печатать печатная да учиться горит давай учись потому что уже на водителей не было места хорошо выучился так пригодилась в армии он на компьютере быстро те же самые клавиатура что там что там и потом я сюда с удовольствием проезжал все время у нас как-то такой контакты когда начало здесь и как-то участвовать семинарах и слушать о чем речь я понял что я его воспитывал сердцем именно не понимаете не какие-то эти самые вот надо так надо так вот и поэтому ну у нас все время все время все время такие близкие отношения и сейчас я благодарен ему что в донецке творится все квартира осталось все много но мне многие наши коллеги говорят тебе есть куда поехать то есть не есть опора вот благодаря ему я узнал очень много хороших хороших друзей контакте у меня было много но я компьютер оставил там и ноутбук второй раз оставил то короче этом самом нет у меня в контакте телефоне но и так рад такой живой встрече с вами вот и поэтому поздравляю за прошедшую твою жизнь две пятерки тебе две пятерки оценка твоей жизни вот это все сказали тебе то что работа тесночек спасибо и вам спасибо высоко высоко в горах жил был орленок его звали ваня он купался в море ходил по горам ходил по земле и спустя много много лет встретил орла вот этот орел ты который учит оленка летать и для меня ты являешься таким орлом на которого я равняюсь потому что то как ты разговариваешь проявляешься у меня всегда но у меня ты вчера высказал такую фразу как отец и старше он выстаивает и показывает ребенку об себя как надо разговаривать со взрослым и вот я тебе очень много сделал более я знаю и мне ну искренне жаль но я понимаю что по-другому я не вырос благодаря тебе я не под это благодарность такая благодаря тебе я стал тем кем я являюсь потому что вот твой отец научил тебя сердце а ты меня учишь сердце и для меня ты учитель любви и сердце спасибо тебе еще хочу сказать сейчас дополню что в этих горах я всегда я много хотел или у меня было такое одиночество вот я размышлял сам собой я задавал вопросы кто я откуда и вот и находил какие-то свои ответы но когда я помню приехал и встретил тебя у меня появился диалог вот это вот очень-очень цен и этот диалог стал не то что я фантазирую вот реальным человеком и когда можно фантазировать и выдумать себе что-то а с тобой реально можно это сонастроить и понять это правда вообще-то реально или нет и для меня это самое важное что между мной тобой есть что ты выстаиваешь вот в этой истине правде и не не лжешь не не играешь со мной и для эту и поэтому мне ну легко с тобой диалог вести я могу где-то заблуждаться и признавать и где-то ты заблуждаешься и признаешь и это красиво и я в этом но вижу силу действительно что когда мы в этот диалог он живой он не это не мой монолог или не твой монолог это диалог это красиво я этому вот этому тоже учусь любящему диалог ну все ванечка дорогой предел эмоциональной насыщенности мне кажется исчерпан еще на несколько суток вот я тебе то вот скажу и благодарю что и курс и интенсивную терапевтическую жизнь как ведущему и соведущему я могу доверить тебе вполне пусть историки это зафиксирует так что и рассмотри когда господь заберет ноябренное тело и ты узнаешь что интенсивная терапевтическая жизнь проходит это будет по благодати та же интенсивная терапевтическая жизнь что и со мной все друзья завершаем спасибо я думаю последнее что скажу что все таки хорошо что это так они с тостами на бегу между салатами понимаете все таки еда это одна благодать общение наше это другая и очень часто главное что-то уходит если мы смешиваем эти два замечательных по отдельности жанр я благодарю что так сегодня из шашлыками и стоечками все как-то возникло и с этим разговором не фильм не медитации сегодня не зайдет потому что то что здесь было это была пьеса фильм перформанс медитации и все это с элементами интенсивной терапевтической жизни все жанры сегодня в гости к нам до интегрально вошли всем спасибо пока